Отказавшись от бренда Nex, компания Sony продолжила выпуск системных камер под общим названием Alpha. Следующей, после довольно крупной трехтысячной, стала очень компактная, да еще и самая легкая модель с сенсором формата APS-C Alpha 5000. Подразумевается, что она станет вариантом для тех, кто ищет простую в управлении камеру, которая позволит делать отличные снимки. По прямым линиям корпуса и выступающей текстурированной ручки несложно узнать Nex 5T, только слегка похудевшую. Под свой вкус можно взять камеру одной из трех расцветок – элегантную черную, яркую белую или серебристую. Вставки в зоне хвата пластиковые, но в руках аппарат лежит вполне уверенно. Спереди нет ничего лишнего – лампа подсветки автофокуса и замок байонета. Тип крепления тот же, что и у Nex'ов – E-Mount. Возле спуска затвора два рычажка – один для включения питания, а второй для зуммирования, как на мыльницах. Правда, работает он только с сервоприводными объективами, вроде этого. Сверху также прячется выпрыгивающая вспышка и стерео микрофон. Прямо на торце приютилась клавиша видеозаписи – нажимать ее не очень удобно, но привыкнуть можно. Заднюю панель тоже не постеснялись взять от Nex'ов, лишь добавив еще одну кнопку справки. Откидной дисплей идеально подходит для съемки макро и автопортретов. При фронтальном расположении включается даже специальный режим с таймером, облегчающий съемку селфи. Матрица трехдюймовая с разрешением 460 000 точек, как в Nex 3N. Качество картинки среднее, заметна пикселизация, а вертикальные углы обзора – небольшие. К тому же нестандартные пропорции не позволяют показать фотографию на весь экран. Порты microUSB и microHDMI расположены под крышкой на левой грани. Тут же слот для SD-карты или memory stick. Слева метка NFC для быстрого подключения камеры к смартфону или планшету. Питается камера от литий-ионной батареи емкостью 1080 мАч. Одного заряда хватает примерно на 400 кадров, что для беззеркалки начального уровня вполне неплохо. Меню выбора режимов съемки простое и красочное, явно ориентировано на неопытных пользователей. Есть два автоматических режима – зеленый лучше подходит для съемки днем, а золотой – вечернее время. В автоматическом режиме можно легко настроить размытие фона, яркость, баланс белого и насыщенность. Также здесь большое количество цифровых фильтров с различными эффектами. Конечно, не обошлось и без ручных режимов съемки, на случай, если у вас появится жажда творчества. Отдельного внимания заслуживает встроенная справка, дающая ответы на часто возникающие у новичков вопросы. Как и Alpha 3000, эта камера оснащена матрицей формата APS-C с разрешением 20 мегапикселей. Снимки имеют приятные цвета и хорошую детализацию, даже со стандартной оптикой. Если говорить о качестве фото среди компактов той же ценовой категории, у Alpha 5000 практически нет конкурентов. Да и среди беззеркалок их тоже практически нет. По большей части это аппараты от компании Samsung. Фирменная технология DRO улучшает снимки контрастных сцен при помощи программной оптимизации освещения. В отличие от классического HDR, который тут тоже есть, DRO позволяет снимать двигающиеся объекты. Максимальная чувствительность сенсора, как и у предшественника, равна ISO 16000. В RAW при этом шумов на высоких значениях стало меньше, а в случае с JPEG подавляющий фильтр стал сохранять больше деталей. Даже при ISO 3200 изображения хорошо смотрятся на экране ПК и пригодны для печати на бумаге небольших форматов, вплоть до A4. Благодаря более мощному процессору Bionce X камера неплохо справляется со съемкой при недостаточном освещении без вспышки и штатива. Alpha 5000 не самая быстрая камера. В режиме непрерывной съемки она может делать до 3,5 кадров в секунду с фокусировкой по первому кадру. Для сравнения тот же Nex 5N снимает 10. С другой стороны, для любительской съемки редко нужна большая скорость. Система фокусировки основана на контрастном методе. При хорошем освещении камера наводится очень быстро, но в сумерках нередко задумывается. А вот к интерфейсу претензий нет. Он реагирует практически мгновенно. В комплект входит и объектив 16-50 мм OSS PowerZoom. В сложенном состоянии он почти как блинчик или на крайний случай помпушка. В общем, он очень компактный. Трансфокатор оснащен электромеханическим приводом, благодаря которому и работает этот рычажок. Еще один есть на самом объективе. Универсальное кольцо тоже может использоваться для зуммирования, только более быстрого или для ручной фокусировки. Такой механизм позволяет более плавно приближать и отдалять объект при видеосъемке. Вот только шум мотора-трансфокатора, вероятно, многим не понравится. За счет более широкого угла обзора этот объектив отлично подойдет для съемки архитектуры, пейзажей и близких объектов. В остальном – обычный китовый объектив с оптической стабилизацией. У него неплохая резкость и сравнительно низкий уровень хроматических аберраций. Из-за невысокой светосилы красивое размытие фона с ним можно получить только при макросъемке. Alpha 5000 поддерживает запись видеороликов в Full HD с частотой 25 кадров в секунду в прогрессиве или 50 кадров с чересстрочной разверткой. В целом, качество картинки неплохое, но от нового процессора хотелось чего-то большего. Сервис Play Memories Camera Apps позволяет устанавливать на камеру дополнительные приложения, существенно расширяя ее функциональность. Для Украины он пока недоступен, но если указать при регистрации другую страну, все работает. Хотя даже базовых возможностей достаточно для загрузки фотографий на смартфон. А оттуда хоть в Instagram, хоть в Facebook, куда угодно. Можно пересылать и видео в формате MP4 и даже использовать смартфон или планшет в качестве удаленного видоискателя. Правда, эта функция работает только при фотосъемке. В общем, эта камера идеальный вариант для тех, кто ищет простоту мыльницы и качество зеркалки. Но главное все это за вполне разумную цену. С вами был Свет. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить нам побольше лайков. Пока!